Добрый, значит, соответственно, но у меня вечер, у вас, я не знаю, у кого что. Значит, я собирался рассказывать про одного человека, но потом вдруг вспомнил, что, ну, когда напоминал основные веки его биографии, это человек Равимаше Хаэм Луцато, Рамхаль, я вспомнил, что на его биографию в самой высокой степени влияет событие, которое предшествовали его жизни. Дело в том, что, смотрите, то, что я сегодня буду рассказывать, скорее история, чем литература и чем еврейская литература, но влияние этой истории оказалось очень существенным, как это ни странно, и на многие всякие процессы. История, которую я хочу рассказывать, это история Шабатая Цвинь. Вообще история известная, и она многократно упоминалась, но дело в том, что эта история заслужила особенно широкого внимания после того, как известный исследователь кабалы 20 века Гершем Шолом посвятил этой истории двухтомник АЖ. Я его не читал, сразу предупреждаю, это не совсем моя тема, и вообще всю эту шоломовскую литературу я как-то читал как-то не странно тех, кто был после него активно, а не самого Гершем Шолома, но это просто не моя тема. Но я не буду останавливаться там на некоторых внутренних событиях, которые здесь, но история эта важна вот почему, среди прочих. Я много раз говорил, что в том виде, в каком еврейскую историю имеют привычку преподавать в израильских школах, и которые мне безумно не нравятся, стиль преподавания, такой разговор, что я не могу предложить ничего лучше, если сразу оговорюсь, где еврейская история как бы изучается в отрыве от истории окружающих народов. Есть как бы еврейская история, которая живет сама по себе. По мне, так это безумно странная мысль, потому что обычно еврейская история так или иначе связана с историей стран, в которых они проживают, и довольно сильно. Но весь фокус в том, что история Шабатая Цви в этом смысле показательна, и она связана не столько с историей стран, где он пребывал, а он в основном жил на территории блистательной порты, то есть на территории Турции, ну, тогдашней Турции, там Салоники, Герусалим, Каир, то есть вот умер он в, ныне это вообще Албания, то есть, ну, вы же сами понимаете, в Салоники это Греция, Болгария, Израиль, Египет сегодня, тогда это все Турция. При этом он вообще-то аж кенас, вы долго будете смеяться, и он переехал из германских стран в Измир, в Турции. То есть это для того, чтобы дополнить всю картину. И событие, чтобы было понятно, вот он родился в 1626 году, и в городе Измире безумно талантливый человек, он был безумно талантливый, вот сразу вот, чтобы там про него не говорить, в первую очередь это талант. Значит, он начал учиться в школе, ну, в еврейской, естественно, школе. Значит, в шесть лет, как это было и принято, и, значит, и уже где-то к 22 годам, ну, было это самое. Вот, например, скажем, в 15 лет он начал изучать кабалу. Сегодня ни одного бы подростка этого возраста к этим наукам просто бы даже не подпустили. Тогда, вот, дело в том, что вот кабала в турецком мире, опять, я еще раз оговариваю, турецкий мир – это куда больше, чем сегодня. Географически это практически Балкана целиком. В Турции надо добавлять сегодняшние Балканы со всеми странами, которые там. И до Каира, до Египта на западе, то есть это огромные территории, плюс, я напоминаю, впоследствии это будет иметь отношение к телу, это еще и огромные территории, огромные районы на территории нынешней Украины. Ну, любимая иллюстрация, как известно, король шведский после битвы в Полтаву сбежал в Бандеры. Значит, Бандеры, ну, все знают, это место сегодня, по-моему, это Молдова, если я правильно помню нынешнюю биографию. Но тогда это Турция. Он от царя Петра сбежал в Турцию. Вот, чтобы вам было понятно, о какой биографии речь идет. То есть, северно они очень далеко зашли. Значит, все это понадобится, я просто неслучайно говорю, рассказываю. Значит, вторая вещь, которая касается Шибатая Цвица, состоит в том, что он был человеком внешне очень привлекательным. Вот, человек, рожденный, рожденный лидером. Говорят, что у него была потрясающая внешность абсолютно. Он брюнет с потрясающе красивым голосом, кстати. По рассказам он в 20 лет, у него уже были ученики. И, значит, он, то есть, да, при этом его отец разбогател там на некоторой торговле, связанной с Европой. Эти связи довольно существенные. И по этому поводу он еще из весьма состоятельной семьи. Значит, как это ни странно, значит, правда утверждается, что учителя каббала у него нет, он учился сам по книгам. То есть, книги каббалистические уже к тому моменту были, их было множество. И они имели широкое распространение. И мы видим, но уже есть много всего разного. И он учил каббалу самостоятельно. На пользу это ему не пошло, по всей видимости. Но он, значит, начал учить, начал произносить имя Всевышнего Шемхамафураж. То есть, имя четырехбуквенное уже произносил как положено. Дело в том, что в 48 году, 22 года ему, он объявил, что он и есть Машех. То есть, что называется приклее. Значит, 48-й год, по его расчетам, это юбилейный год, время прихода Машеха. Он утверждал, что Машеху дозволено произносить имя Всевышнего, как оно написано. Ну, тут вопрос об огласовках. Я всегда напоминаю, что огласовки, которые ставятся в огласованных текстах четырехбуквенному имени, это не огласовки имени, а огласовки слова, которые надо читать вместо имени. То есть, по огласовкам определяется не как это произносится, а что надо произносить вместо этого. И, соответственно, основные огласовки, которые там ставятся, это имени Адунай. Это просто подсказка для читающих, чтобы знать, где какое из двух имен читать вместо. Значит, когда он объявил себя Машехом и он все еще находился в Измире, когда он начал произносить имя, то местные рабодни поступили просто. Они попросту объявили ему херм на него, заодно на его учеников, и изгнали из общины. И, в общем, он взял своих учеников, отправился в Константинополь, то бишь в Стамбул. Значит, чем хорошо было в это время Стамбуле? В это время Турция очень занята, у нее там война, причем именно северная, ну, относительно Турции. По этому поводу власти находится не в столице, а, ну, если кому-то интересно, в Адрианополе. И поэтому там можно вытворять, в общем, практически все, что угодно. Значит, коды с лавки, мышки в пляс. По этому поводу он там замечательно устроился. И выяснилось, что у него очень много сторонников в это время. И сказать, что это какая-то мелкая группка, которая сходит с ума как умеет, мы уже не можем, просто потому что, значит, уже много. Причем через некоторое время Рабаним в Константинополе получает письмо из Измира о том, что молодой человек и вся его компашка благополучно под Херомом. И, значит, надо сказать, что опять в Константинополе поступили… Я упорно называю город Константинополь, но дело в том, что в еврейских книжках пишется Кушта. Просто, знаете, продолжает этот город называть, как называют. Я, кстати, по-моему, ни одной, кроме современных книг, не читал слово, чтобы слово «Стамбул» употреблялось. Значит, после чего он благополучно убирается в Салонике. Там вообще нет… Ну, про него есть множество анекдотов, но одно из самых замечательных… Значит, он женился, это самое, но по всем рассказам, которые принято принимать на веру, он к своей жене так и не прикоснулся. Он дал ей развод, но так к ней не прикоснулся. Кстати, он потом женился еще раз и опять. Жене он дал развод, так к ней не прикоснувшись. То есть, как бы вообще-то скандальная, по-моему, история. И развод-то, в общем-то, условный в некотором смысле по причине того, что вообще можно… Ну, развод от обручения надо делать, конечно же, в таких случаях. Но теоретически, так как брак не осуществился, то это и браком-то считать нельзя. То есть, вообще по букве закона такой брак нельзя считать браком. Другой разговор, что понятно, что все равно делают развод, делают гет, дают. Но тем не менее… Ну вот, да. В Стамбуле он прославился тем, что там он как-то собрал множество народу. И как-то там, читав проповеди, как-то не странно, в Салонике такое странное место было. Это как раз город каббалистов. Вот как раз где, значит, все рыбами так или иначе касались каббалы, так это вот в Салонике. И как-то во время какой-то трапезы, по случаю чего-то, он вдруг попросил принести свиток Тора, свадебный булдахин, чтобы принесли из синагоги, и устроил себе бракосочетание со свитком Тора. Значит, свиток Тора был женщиной в этой истории. Опять-таки объявил, что он Машиах, опять имя Всевышнего на четырех имен. Но тут уже взбесились местные рыбаны, опять его выгнали из Салоники, он переехал в Афины, по-моему, он туда отправился благополучно. А там его тоже приняли без восторга и вернулся в Измир, откуда поехал в Ситуизию. Все вот эти такие вот приключения, то есть человек пока скандальный, но так или иначе, дело подходит к 1962 году, то есть нашему герою уже где-то 35, а вот здесь надо знать, что такое 1663 год. Дело в том, что приближается 1666 год. По всей Европе, Западной Европе, ожидается конец света, потому что, как мы знаем, 1666 – это число зверя, я правильно помню. Число зверя, все ожидают конца мира, но вот здесь, как это ни странно, казалось бы, Западной Европе только должно быть, но в России этого даже не может быть. Россия не ведет счет по этому календарю, Россия ведет счет по своему календарю от сотворения мира, у нее совершенно другой год. Поэтому, как бы, ей-то, что до числа 1666, в это время в России все тоже ожидают конца света благополучнейшим образом. То есть, это там, но весь анекдот состоит в том, что в Турции тоже ожидают конца света, и это уже мусульмане проделают. То есть, как бы, вся вот эта вот, я даже не знаю, Евразия, да, но только Азия, ну, до Турции скорее на территорию Турции и Ирак, но на территорию там Персии это не доходит. Как бы, все сходят с ума благополучно одновременно, все ожидают, кто прихода Антихриста, значит, кто чего ожидает, кто конца света, значит, евреи все ожидают Машеха со всеми вытекающими последствиями с разной степенью представления. Мне тут надо понимать, что приход Машеха ведь ожидается в двух ипостасях, потому что иква да Машеха, традиционно, там, где приходят Машеха, это всевозможные неприятности, последняя война, битва при Магеддоне, Армагеддон, да, Ирмагеддон, это все оттуда, да. Да, значит, при этом надо тем, кому довелось, могли читать какие-нибудь христианские вещи, что когда мы говорим про Антихриста, евреи ждут своего Христа. То есть, Машех, он как бы, их Машех, он наш Антихрист, вот это как бы вот так, да, у него устроено. Значит, по этому поводу, да, в это время я напоминаю еще одну мелкую неприятность, которая состоит в том, что дело доходит, ведь, до Польши. Польша опять, мы говорим про, когда говорим слово Польша, то и по в 17 веке, это Ржечь Посполита, это Литва, Польша, Белоруссия, Украина, это огромные территории, это федерация совершенно огромных, рыхло сшитая, но огромная федерация при этом. Как угодно, рыхлая, но она как бы единая в каком-то смысле. Дурно управляемая, но в это время там же проходит то, что называется в Западной Европе, это называется Малая Северная война. Там начинается веселье на Ржечь Посполитой, вот для того, чтобы не говорить больше слова Украины и Польши, а то они обижаются, когда начинают такие вещи рассказывать. Будем считать, что это Ржечь Посполита. Они в это время там хменичено, и опять евреи к этой истории, там украинцы могут ставить памятник, и у них есть там основания для того, чтобы относиться к нему с теми или иными чувствами. Я опять не вхожу в историю другой страны, но для евреев это так вошло в историю, как Зерот-Тах. Зерот-Тах – это по первому году, это 1648 год. Значит, это огромная серия погромов, которая прокатилась по территории Украины, и число убитых в 1948-1949 году оценивается тысяч в двадцать евреев. То есть погромы были те еще. Ну, а тот, кто читал Тараса Бульбу не в школьной хрестоматии, которая все-таки хоть как-то от цензуры некоторых прошла, прошел этот текст. Ну, по крайней мере, в те годы, когда учился я, она была несколько подсокращена. И, видите, жидов и ляхов оттуда было вычеркнуты от глаз школьников. Школьнички-то еще и проходили, я помню, очень юные школьники, я не помню. Шестой, седьмой класс. Может быть, восьмой, не помню. Значит, но как раз Гоголь хорошо знает, о чем говорит. Причем тут опять говорит, что только Хмельницкий убивал гибреев, это будет преувеличением. Правда, небольшим они-то особо отличились. Но там еще шведы торчали, русские, там еще шведы, русские, поляки, естественно, гуляли. И, в общем, все евреев убили поляки за то, что они слишком хорошо смотрят в сторону русских. Шведы подозревают, потому что они шпионят в пользу, кто там в коалиции против них, ну и так далее. Это обычная такая довольно-таки история. Нет, ну политически я сразу скажу, что евреи всегда сторонники той власти, которая твердо стоит вообще-то традиционно. Они как бы считают, что твердая власть гарантия безопасности вообще-то. Но не в той обстановке, потому что там понять, кто является властью, это было невозможно. Значит, по этому поводу слух о том, что появился Машех, он доходит и досюда. Значит, и где-то в районе вот 62-го года в данный момент, опять, никто не ждет, чтобы было понятно. Вот на востоке Европы, да, происходит то, что называется Малая Северная война. В это время Англия воюет с Голландией благополучно. И друг друга обстреливают и совершают налетие Голландии, там Лондон обстреляют, войдя в Неву. То есть там тоже, да, а 66-й год, я вспоминаю, 1666 год, это большой лондонский пожар. То есть, чтобы вам было понятно атмосфера, то есть Европа бродит вот всеми доступными способами, причем в Европе в данном случае надо и Турцию записать в Европу. По этому поводу все сходят с ума, все ждут это самое. Россия отличается церковной реформой в этот период, как раз не каньянская реформа, как раз вот, чтобы вам было понятно, что такое переломное время. При этом, чтобы вы понимали, это уже скорее новое время, потому что я как бы, ну, я не знаю, как определять новое время, но давайте там в науке новое время начинается с Галилея. Да? Сказал вот где-то так. А у нас уже новое время в разгаре 600-й Галилея, это где-то 1600-й год, да? Ну, в науке новое время. То есть у нас как бы все сходят с ума. Значит, в это время, значит, у нас герой, когда все сходят с ума, едет Иерусалим. Туда, там дальше следует история, совершенно замечательная история про его жену Сару. Это третья в этой истории женщина. Она как раз попала под Гзеротах в Польше, под вот это вот погромы. Во всей видимости, сошла с ума, ну, довольно крепко. Психика подорвана весьма крепко. Как это ни странно, семья, похоже, крестила. Здесь она долгое время была в монастыре. Потом она оттуда ушла, бродяжничала. Вы сами догадываетесь, бедная девушка, которая бродяжничает по тогдашней Европе, промышляет, естественно, своим телом, что правда. Причем потихоньку она переезжает из страны в страну и доезжает, вот теперь, чтобы была понятная география. Она добирается до Ливорна, оттуда до Александрии. Вот догадываясь, как она попала на корабль, да, и тут она, да, при этом она совершенно двинутая головой, поэтому она говорит, что она невеста только не Христа, а Машеха еврейского. Вот она еврейская девушка. То есть у нее какое-то тяжелое наложение того, что она слушала в монастыре с ее жизнью. Она объявляет, что она должна стать обязательно женой Машеха, чтобы она и Цви узнает об этом. Он в это время находится в Иерусалиме и посылает за ней, вот невеста к ней приехала. И, значит, собирается взять ее, собирается. Он ее и берет в жены. Значит, при этом говорит во исполнении пророчества «возьмись себе в жены и шазну нит», «возьмись себе в жены женщину блудную». То есть все просто замечательно. На всю эту психику накладывается еще встреча с человеком, которого зовут Натан из Азы. Такой замечательный человек. Этот становится его пророком просто. Да, при этом человек склонный… Это просто мошенник. Вот если про Шабатая Цви, я глубоко уверен, что он верил в то, что он мошенник, то Натан из Азы просто мошенник. Он подделывает манускрипт, которым предсказывается приход Шабатая Цви, как Машеха. Просто прелесть. Причем такая подделка вполне на уровне европейского качества в отделах. То есть он находит старый. Пергамент смывает с него текст. На старинном пергаменте пишет новый текст. То есть там подделка так подделка. Вы не подумайте, что люди наивные. И в те времена грамотных людей хватает. И они могут видеть, как выглядят старинные книги. Он совершенно замечательно этот номер проделывает. Утверждает, что у него есть пророчество о том, что предсказан Машех. Приезжает в Иерусалим, это уже 65-й где-то год. То есть ему скоро 40. Там официально говорит, что он явился в Иерусалим уже как Машех. Значит, в Россишан объявляет. В это время приходит в очередной раз послание из Измиры с тем, что мы его уже отлучили один раз. Тем не менее, он продолжает утверждать, что в Машехе к нему присоединяются уже серьезные люди. Например, Рафхайм Бенбенешти такой. Во-первых, Бенбенешти – хороший род. Во-вторых, это очень крупный родин. Он впоследствии быстро разочаровался в этой истории. Но он некоторое время его поддерживает. И в Иерусалиме уже у него огромная, у него уже верит толпа. И, скажем, попытка местных Рабаним что-то с ним сделать кончается тем, что толпа бьет морду Рабанима. Они шаботают цвей. И, значит, кончилось с тем, что там уже не выдержали местные власти. Там уже местный Кадий, турецкий, просто его арестовал и отправил. Ну, он в Истамбул его отправил. Вот там длинная история путешествия, неважно какая. Он, значит, некоторое время не доезжает до Истамбула, оказывается в тюрьме. В тюрьме к нему относятся с большим уважением к тюремщике. Кажется, уважение было подкреплено приличными деньгами. Он живет в тюрьме, как, знаете, политический преступник. И к нему пускают людей за деньги. Пожалуйста, вот, ежели дать тюремщику деньги, то, значит, был в Питере один сумасшедший в конце XIX века. К нему тоже охранники за деньги пускали, считая, что он пророк. Платили, хорошо платили. Вот тут вот такая вот история. Но они, кажется, тюремщики, в общем, одно, это такая турецкая практичность. Он может быть и машех, но в любом случае деньги зарабатывать надо. Значит, кончается это все тем, что он объявляет, что он машех и устанавливает Новый год. Новый, извините. Значит, тут дальше начинается что-то с головой, окончательная прелесть. Он объявляет о переносе с субботы на понедельник. У мусульман, значит, пятницу, у евреев, субботу, у христиан, воскресенье, а у шабата и цвей понедельник будет. Святой день. Ну, то есть, с мозгами тоже. Мозги закипают, что-то по всему. Ну, начинает устанавливать какие-то свои обычаи. Значит, кончается это тем, что он, ну, давайте просто кончать эту историю, кончается тем, что его в 67-м уже году он попадает к султану. Ну, на султана тот говорит, что, в общем, еврейская община спит и видит, как ему укоротят на голову, шабата и цвей. Тот радостно объявляет, что теперь он мусульман. И принимает ислам. Не знаю, насколько радостно, но там, да, но там ему помогал некий лейт-медик, который тоже выкрест. Ну, не выкрест, а как это называется, тот, кто перешел в ислам. Значит. Далее следует потрясающая гибридная деятельность шабата и цвей. Он то мусульманин, верный, то еврей. И чем достает уже власть. И вот тогда его ссылают на территорию нынешней Албании, подальше от евреев, чтобы евреи на него дурно не влияли. Где он благополучно умирает. Он еще проживет 10 лет после этого. Он в 75-м году только умер. И, значит, да, количество последователей только при этом надо понимать. Количество последователей – толпа огромная на тот момент. На тот момент, когда он принимает ислам, у него бешеное количество последователей. Часть из них принимают ислам вместе с ним. И при этом под это подводятся. Вот теперь начинается тот самый выверт, каббалистический вывод. Выверт, который мистический. Выверт сознания, которое происходит. Значит, объяснение перехода в ислам дается тем, что... Религиозными мотивами, только не потому, что он уверовал в пророчество Мухаммада тем, что ему надо было согрешить и спуститься на самое дно для того, чтобы оттуда подняться. Вот тут начинается вот этот выверт сознания. В связи с этим часть его последователей принимает ислам, часть отворачивается, часть продолжает верить в то, что он таким образом выполняет религиозную миссию через нарушение заповедей. Да, ну, весь анекдот состоит в том, что ежели в еврейском мире шабатаистов потихоньку становится все меньше и практически исчезли, то вы долго будете смеяться. В городе Солонике секта шабатаистов, которая внешне мусульмане, а тайно остается шабатаистом, все просуществовало до начала XX века. И только... Значит, она... Да, она существовала совершенно замечательно. Это очень богатые люди были. Там длинная история такая была, ну, типа вот некоторых масонских лож, которые существуют для того, чтобы иметь хорошие связи у людей, а не для официально объявленных. Там вот такого типа было не мероприятие. Они совершенно процветающая община, которая кончила свое существование. Где-то вот когда... Ну, там длинная история создания Болгарии, где Турция и Болгария, тогда созданные, обменивались христианами и мусульманами. Мусульман высылали массово из территории нынешней Болгарии, а турки высылали христиан в Болгарию. То есть там она не по национальному признаку. Там шла серия обменов таких, причем так, многомиллионная была история. Вот таких вот переселений. То есть там такая история была. И где-то вот здесь только эта община прекращает существование. То есть, может, она и существует где-то, но как бы... Эта история была вытащена, так хорошо задокументирована. Такая вот совершенно история. Беда в том, что вот эта каббалистическая подкладка под всем этим... Я так длинно рассказываю историю, но на самом деле под всем этим мощная каббалистическая подкладка. Вот этот брак с Торой, вполне укладывающийся... Ну, например, все мы знаем там еврейские обычаи, хатан-тура, да, в симхистоеры, как бы молодые люди, которых вызывают первый раз, это самое, к Торе, там, или не первый раз, но обычно это подростки до барницы регулярно над ними натягивают талис, как хупу, и такой вот такой обычный он есть. Скажем, я его, ну, видят. Но вот это вот каббалистический замес во всей этой истории, он очень серьезный был. И дело в том, что шаббатаисты какие-то письма писали, они все были... Вот понимаете, тут выяснилось одно слабое место каббалы. При желании мистическое объяснение можно дать чему угодно. И это плохо. Это вот... Ну, как... Вот я не помню, у кого я подцепил, но в каббале есть серьезный недостаток, который называется... Вот в Галахе его нет, а в каббале он есть. Каббала не дуракоустойчивая. Вот дурак, который столкнулся с каббалой, он как бы... Его в чувство привести очень трудно. Потому что если в Галахе... Я прекрасно знаю инструмента, как человек, который говорит в Галахе чувствую глупость привести в чувство, то есть я представляю, как это делается, и во что ткнуть пальцем, и что показать, что заставить выучить, то в каббале этот номер не пройдет так просто. И вот, скажем, в следующем веке, вот этот пример Шибатай Цивилм оказался заразительным, и в следующем веке после него появится Яков Франк, такой же совершенно деятель. Этот крестится, в конце концов, тоже каббалист. А франкистских книг будет дикое количество. Но это в следующем веке будет. Франкистских книг будет дикое количество. Все они будут густой каббалой. Причем те образцы франкистские, которые я как-то смотрел, они не глупые. Это знающие люди пишут. И реакция на вот эту историю Шибатай Цивилм, она была... Ну, то есть, вот тогда именно в Восточной Европе было принято решение, которое запрещает изучать каббалу до 40 лет. Лицам недостигших возраста до 40 лет, что обязательно отличное знание Талмуда нужно для этого. Ну, кстати, к Шибатаю Цви хочу заметить, что считалось, что в 15 лет у него уже нету, и ему уже не нужен учитель по причине того, что он превзошел всех учителей. То есть, я не понимаю, почему это защита, Шибатай Цвета не защитил и ничего абсолютно. Тем не менее, появляется вот это постановление, которое запрещает лицам нежного возраста, то есть младше 40 лет, изучать каббалу. Тогда появилось вот такое постановление. Все, кто пытался изучать каббалу до этого возраста, попадали под подозрение в событиянской ереси. Да, и, скажем, вот Маша Хайм Луцатов, который каббалист достаточно рано начал заниматься каббалой, как раз попал под эти подозрения. Совершенно опрасно. Но тогда против него, правда, там сторговались на том, что у него появятся цензоры просто. Люди, которые будут, прежде чем он будет что-то выпускать из-под своих рук, кто-то будет просто просматривать, что он пишет. Он согласился на это, кстати. Но вот каббала как бы в польских краях, вот ее у молодых людей тогда отобрали. И это не случайная такая история, она именно здесь связана. Но опять, насколько это хорошо сработало, ну, еще раз, в следующем веке у нас будет Яков Франк, и как бы не сказать, что он в следующем веке, он в первой половине века живет, то есть через 50 лет после такой истории. Будет Яков Франк, и правда это будет уже… Вообще-то основная деятельность опять в Восточной Европе, но он итальянец, чтобы было понятно, с чем я имею в виду. Значит, нет, все-таки нет, Франк, он не итальянец, извините, я вру. Франк, у него это прозвище, Франк это прозвище, он просто… Гизл по ярмаркам, вообще еврейские фамилии, когда вы видите в Восточной Европе еврейские фамилии по названиям городов и стран, то это торговцы, торговые рода, типа фамилии еврейские, типа Гамбург, Берлин, ну, такого Франк, вот эти вот фамилии, это обычно торговые, фамилии торговых родов. Он просто очень рано начал, там, лет с 12, начал сопровождать, стал торговым агентом. Ну, вначале как ученик ездил и так далее. Но вообще вся эта история, вот теперь это вот про Кабалу, она где-то вот здесь вот уперлась именно в Восточной Европе, она уперлась где-то здесь. Как это ни странно, вот именно здесь начинается некоторый вариант и поиски, они будут очень успешны именно в следующем, 18 веке, поиски путей, каким образом каббалистические схемы тащить для простых евреев, чтобы они были понятны. И, скажем, очень удачный вариант такого рода проходов мы находим в комментариях Орга Хайбах, когда же это Северная Африка, ну и у хасидов бештарских, там тоже есть удачные вариации на эту тему. Но дело в том, что действительно встал некоторый острый вопрос, который действительно нужно было решать, и у нас два варианта было. Тогда ВАД, во время истории Шибата Мцви, ВАД Четырех Земель, это главная еврейская организация Восточной Европы, постановил, который запретил изучать каббалу лицам, не достигших 40 лет. Но чтобы было ясно, первоначально во время вот этой маймоновской ереси, не путать с маймонидом, это отдельная тема, в Провансе было принято такое же решение об изучении философии лицам до 40 лет, не рекомендованным. Правда, он был сокращен, этот возраст до 26 лет, этим самым хэром Барселона, он был сокращен все-таки, значит, запрет изучения философии все-таки 40 лет, это многовато. Но, скажем, вот Рамбом тот же пишет, что он рекомендует изучать философию не раньше 40 лет. Хотя, в общем, это, конечно, очень мило, сам он изучал намного раньше, я начал изучать, несравненно раньше. Но вот эта идея, где-то которая приравнивает Каббалу к тому, что раньше была философия, она показательная. Вот то, что я говорил, что в тот момент, когда у евреев начинает набирать силу Каббала, она начинает набирать с середины 17 века, то есть, с середины 16 века, то есть, это Цфацкий кружок, это Раби Йосов Каро, это Ари, это Рэбхайм Виталь, Раби Мушек Рудоверо, вот эта вот группа, в это время начинает нисходить, весьма активно нисходить именно философия, и вот начинается излёт философии, то есть, в философии остаётся с тех пор Крэскас и его как бы это обозначить, внучатый ученик, Раби Йосиф Альба. Собственно, на этом где-то еврейская философия прекратится на некоторое время, до её вознаглубления в конце XVIII века уже, на два века прекратится о существовании, и вся еврейская мысль будет крутиться вокруг Кабалы как раз в этот два века, два, да, даже три века, я бы сказал, где философия уступает полностью место Кабале, но при этом у неё опять вот то же самое, вот как у философии в своё время был недостаток, что на неподготовленные мозги она плохо действует, так выяснилось, что в Кабале тоже тот же самый недостаток, на неподготовленные мозги плохо действует. и в результате, скажем, вот польские евреи в польской общине Кабалу изучают довольно мало, более того, например, такая великолепная есть книжка Ешман Хелим, где автор всюду, нет, не подумайте, что её совсем не было, в Восточной Европе большим, там водились в больших количествах, вот, но авторы, там, серьёзные люди всегда пытаются старательно сказать, что мы тут ни при чём, и там, скажем, вот автор Ешман Хелим, чем он меня радовал всегда, тем, что он пишет, что он никогда, какая Кабала, не боже мой, да вы что, ничего подобного, но тут же рассказать очередную историю про то, как он знает, называет, как обнаружить ведьму, и как ведьму, которая похищает детей, поймать, совершенно нетривиальный метод, вы не подумайте, что буквально ловят ведьму, чтобы её сжечь, а знает наговор, который эту ведьму составит остаться без злоб, и она действительно осталась без злоб, это для него, это вот тут ему не мешает, одно другому не противоречит. Там рассказ про то, как он послал ангела, который ему показывал сны подальше, но при этом он не верит в этих ангелов, да вы что, что вы что, это такой стиль польский появляется, но как бы в Польше занятие каббалой оставляет такому народному некоторому крылу, а серьёзные люди делают вид, что они тут ни при чем. И это именно где-то вот это вот влияние, это результат именно шаботианской истории, то есть вот эта история, она как бы аукнулась очень сильно. При всей, вот сегодня это выглядит анекдотично, и как бы я бы сказал, ну, очевидно, что это что-то было глубоко не то, но она для современников она оказалась, ну, ещё раз, шабота и цит поддержали крупные раввины ведь поначалу, и когда я там упомянул Раву Бенедешти, то он это человек, которого обмануть не так просто. Тем не менее, он был очень востребован, и то ли время такое было, действительно, время больших бед, которые способствуют прорастанию чего не надо, но вот вот это давление эпохи, оно оказалось таким важным, и ещё долго продолжало влияние, но ещё раз, в Европе на это наложилась ещё история с Яков Франком, и франкисты просуществовали тоже в подполе довольно приличное время, и, скажем, тот же, я упоминал сегодня, Гершем Шолом утверждает, что у Хасида в первоначале некоторые книги франкистов были, они знали, но правда, тут надо заметить, что Шибататин не зашёл так далеко, как франкистов, потому что у франкистов была мощнейшая теория по поводу чем больше согрешишь, тем больше чува, вот эта теория чувы наизнанку, а именно, что раскаяние, она прощает многие грехи, поэтому давайте начнём с того, что согрешишь. и, как известно, Вальчува, он выше полного праведника, ну и так далее, но вывод отсюда давайте согрешим как следует. Я понимаю, что это очень в стиле восточной Европы, но как-то очень не еврейский стиль при этом. Ну да. Но, в общем, когда мы читаете последствия, будете читать о том, что как плохо Рабаним отнеслись к хасидам, то вы помните, что вот это в качестве Машиэха Шабата Цви в общем, надо сказать, мало чего делал. Во-первых, там была мрачная история с спертыми деньгами, присвоенными деньгами. Во-вторых, он доказывал, что я отвечаю на вопросы просто. Во-вторых, Шабата Цви собирался, значит, он был уверен, что когда он явится к султану, султан тут же подарит ему Русалим. О чем он и его последователи были глубоко убеждены, что султан, увидев Машиэха, так и поступит. То есть, он собирался, ну, что называется, въехать на осляте в Иерусалим. И в это серьезно верили. Просто дело в том, что ведь все понимают, что в качестве Машиэха, как бы, человек, который объявляет себя Машиэхом, должен, ну, у него есть предварительное какое-то время. Машиэх – это когда уже помазали на царство. До этого, поймите, рамбомовская концепция Машиэха, которая утверждает, что главное в Машиэхе – это политическая власть, он для этого должен… Но смотрите, вот когда в Иерусалиме очередной деятель объявляется Машиэхом, каждый раз я начинаю бурчать, ну, хоть в Кнессет сможешь попробовать избраться? Нет? Ну, тогда до свидания. Все-таки Машиэх – это политический лидер, в первую очередь. Ну, вот рамбомовская концепция. Опять, вы учтите, что если два Машиэха есть, Машиэх – рамбомовская и каббалистическая, это чуть-чуть разные вещи, они по-разному выглядят. Вот, по этому поводу все странности, вот, произношение имя по четырем буквам, их должен произнести Машиэх. С точки зрения рамбомовской совершенно необязательно. И, например, Рамбом Машиэх не должен быть даже пророком, естественно. Он обычный человек, он просто политический элитер. Все понимают, что на самом деле Машиэх должен быть немножечко таким вот мистическим царем и должен обладать какими-то мистическими талантами. Отсюда я знаком в своей жизни был только с двумя Машиэхами. Одной женщиной при этом. Ну, оба кончили в психиатрических лечебницах, впрочем. А вели себя странно. Да, психиатричник вполне. Ну, в Иерусалиме такое случается. То самое. То есть он как бы как Машиэх тут к его достоинству. Он не собирал войска. Вот что к его чести, говорит, а ведь мог бы. Он не пытался собирать войска. Но я думаю, что у него евреев не особенно получилось бы. Но, скажем, предшествующий Машиэх, который до сих пор непонятно, что намеревался делать, когда объезжал европейские дворы, с посланием от Десяти колен Израиля из реки Самбатион, так до сих пор непонятно, что это была за история, откуда он взялся и куда он делся. И зачем он все это делал? То есть как бы выгодки прямых не видно, чтобы он мошенничал. Эта история совершенно неясная. То есть с моей точки известно. По этому поводу Какмашиэх он вел себя очень-очень-очень странно и устанавливал новые обычаи, потому что Какмашиэх все время должно измениться и все должно поменяться, все должно стать по-другому, а как по-другому он знает. Вот так ну да. А как можно оцелить количество евреев, которые пошли из-за шаптаем связи в процентах? Никак. На мой вкус это невозможно, но поймите, ну вот ходит слух, что где-то там в измире водятся мошенники. При тогдашних, при отсутствии интернета и при тогдашних средствах связи. Дальше ведь весь вопрос о доверчивости, о степени, кто-то пожмет плечами и говорит, что когда придет время нам сообщают. Кто-то отнесется всерьез. Это же оценить довольно трудно, но дело в том, что количество людей, которые перешли в ислам в связи с переходом шаботает себе в ислам по-моему до сотни не доходит. То есть мы уже нет, вообще-то и 40 человек это многовато, то есть количество всецело преданных учеников 27 где-то ведут число. Это очень приличненько, да. То, что поначалу есть длинная история количества писем, где его поддерживают, но не турецких, кстати, в основном Балканы, Италия, вот там, некоторые в Польше вполне всерьез к нему отнеслись, но дело в том, что по мере переписки вот к моменту перехода шаботает себе в ислам он уже начал терять, раввинскую поддержку он уже потерял. Даже из тех краев, где были далеко, даже там их убедили в том, что это не та история. На самом деле его переход в ислам, если вокруг него простой народ еще как-то серьезно к этому относился, то уже в раввинских кругах он потерял поддержку к этому моменту, к 67 году практически уже все с ним было. То есть политические шансы у него уже нет. Ну вот где-то так. Хорошо, спасибо, Мейер. Перейдем к следующей части. Да, сейчас один момент. А вы выключите запись сейчас? А сейчас мы это сами. Я просто включу то, что надо включить.